Питер, это время, когда мы с вами встретили тебя в UFC Octagon, так как у тебя были последние несколько месяцев и как вы делали его время? Прошло достаточно много времени с твоего последнего боя. Как ты провел этот год? Да, прошло год с моего крайнего поединка. Отлично провел время, отдохнул, даже соскучился по всей этой атмосфере. Поэтому в предвкушении. Да, это было лет с моего последнего боя. Я надеюсь, что я был хорошим временем, был хорошим отдыхом, и даже не потерял эту атмосферу. Была это твоя выбора, чтобы отдохнуть время, или вы думали, чтобы вернуться вперед, и тогда твоя команда и себя решили, может быть, отдохнуть время от Октагона и не только тренироваться на тренировке, а для того, чтобы отдохнуть время, а для того, чтобы отдохнуть время. Была это твоя выбора? Сделал такой большой перерыв, или ты хотел вернуться раньше? Это был мой выбор. Я хотел вернуться именно на UFC 299. Да, это была моя выбора, и я действительно хотел вернуться в UFC 299. Были слухи о том, что ты с Сонгом должен был драться в декабре. Правда ли это? Или ты изначально хотел драться в Майами? Это слухи. Я об этом поединке особо не знал и не имел желания. У меня было желание подраться на UFC 299. Что ты думаешь о его навыках? Ранее он говорил, что он лучший боксер в дивизионе, и он использует этот бой, чтобы доказать, что это так. Как он может быть лучшим боксером в дивизионе? Я не знаю, кого он побеждал, и вообще занимался ли он боксом. В субботу я покажу ему, чей бокс лучше. Как он может быть лучшим боксером в дивизионе. Я не знаю, кто он победил в прошлом. И я не знаю, что его боксер в педагогре, но сегодня я покажу ему, кто лучший боксер. Что ты думаешь о титульной ситуации в дивизионе? Чита будет драться за пояс. Стерлинг ушел на категорию выше. Кажется, Мира будет следующим. Как ты в целом оцениваешь ситуацию? Я считаю, что Марлону Верри дали подарок. Он не заслуживает драться за пояс, так как он проигрывал Кори Санхагену. В целом, это, конечно, не мне решать, кому драться за пояс. Но я намерен серьезно вернуться и забрать свои реванши. Шон выбрал себе соперника удобного, кого он, так скажем, понимает, что он может выиграть. Шон выбрал себе соперника удобного, так как другие претенденты, которые есть, он понимает, что он не победит их. И я напомню, как он выиграл бой, как он выиграл этот пояс в поединке со мной. Ему просто подарили этот пояс. И я напомню, как он получил этот пояс, потому что он подарил решение в борьбе против меня. В зависимости от того, что вы чувствуете, Шон был подарил подарок, и Чито был подарил этот пояс. Кто вы считаете, победит в этом борьбе? Учитывая, что Чито ему подарили этот шанс, и Шону тоже в свое время подарили, как считаешь, кто из них победит? Честно сказать, 50 на 50 в этом поединке. Кто сможет навязать свой стиль, так скажем, свой план на бой? Учитывая ситуацию в дивизионе, как ты считаешь, из топ-15, кто будет самым сложным поединком для тебя на пути к титулу? Честно сказать, мне интересны те поединки, в которых я уступил, которые даже выиграл, но уступил. Это Мираб, Шон. Я интересен в рематчах, в fights I lost, или в fights I won, но я был предоставлен, так что я интересен в Шон и Мираб. Сон Яданг, вы представляете, как ты выступил как противник, как ты говорил раньше, когда он был в здесь. Но, кажется, что некоторые люди могли бы тебя поддерживать, когда вы посмотрели на этот бой, в результате твоих предыдущих, может быть. Ты видишь этот бой, как время, чтобы напомнить всем, что они не видели в течение времени? Мы не видели тебя в течение времени, или что ты мог бы еще держать титул опять? Это как-то, 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 в течение времени. Сон был здесь ранее, и он прекрасно понимает твои опасные стороны. Считаешь ли ты, что этот бой – это возможность напомнить всем о себе, учитывая неудачные результаты предыдущие, и вернуться в титульную гонку? Да, конечно, Сон, он молодой, он голодный, заряженный, но, безусловно, для меня это огромная возможность вернуться, и доказать, во-первых, самому себе, что я имею навыки для того, чтобы побеждать. Да, конечно, Сон – это молодая, голодная, оппонент, и для меня, это возможность, первое, показать себе, что я имею силы, чтобы победить и вернуть в титульную картину. И, что будет большая победа с Сон Йедонг для тебя? Что будет дальше для тебя? во-первых, это для меня будет отличным показателем. Я не хочу сейчас заглядывать за спину Сон Йедонгу, он достойный соперник, но я намерен сводить его в школу. последний. Я не хочу смотреть за спину Сон Йедонг. Он – хороший соперник, но я желаю его вернуть в школу. И последний. Вы взяли отношения с Ильей Топурием, и я просто хочу сказать, что он сделал против Волкановский для получения чемпионов. и твои мысли о Топурие и о том, как он стал чемпионом, победив Волкановский. Я просто считаю, что Волкановский еще не восстановился после боя с Исламом, и этот поединок для него был ранним, так скажем. Я думаю, Волкановский не восстанавливал от борьбы с Исламом, и он это борьба слишком early. Если вы видели первый раунд, то Волкановский неплохо себя показывал. Если вы видели первый раунд, то он показал себя очень хорошо. Я думаю, что если бы он не начал эти переходы с одного веса в другой, то долго бы он конкурировал еще в этом весе. И если бы он вновь в дворах, то он был вновь в дворах в дворах. в дворах. Спасибо. 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 Спасибо.